Поздравляем нашу ответную филипцию. Александр Михайлович Кобегалов, данный период команды. Александр Михайлович, какие первые положения в этой игре? Мне понравилось в исполнении обеих команд этот матч. Хороший матч по интенсивности, по агрессивности, по количеству единоборств, по попыткам обеих команд играть в качественный комбинационный футбол. Первый тайм был за нами, я считаю, во втором тайме. Равная игра, допустили ляпу, позволили сопернику сравнуть счет. А сейчас мы смотрели телевизионное кино, но судья не решился поставить пенальти. На мой взгляд, он был. И на взгляд присутствующих, кто сейчас смотрел рядом со мной, но это футбол. Поехали. Окей, поздравить. Оказалось, что в организации игре в атаке сегодня сделали ставку на быструю доставку мяча, в линию атаки на двух... Это постоянная ставка ошибки. Удалось ли сегодня осуществить этот замок? Многие вещи получаются. Я скажу, что команда сегодня не в тунирной таблице, а в качестве игры, на мой взгляд, в организации игры, сделала шаг вперед и вырисовывается уже более-менее взаимопонимание. Да, они не были готовы выходить в страховом составе, провести объемное количество времени, поэтому с этим связано не были. Но у нас наконец-то мы забыли, что такое у нас хорошая головная боль утром. Когда определять 18 человек, которые готовятся к игре, у нас сегодня осталось 3 человека вне протокола. По ходу игры нужно сложности усиливать игру. Поэтому есть такой тренерский ход, практически оставлять качественного, сильного игрока на второй тайм, для того, чтобы от уставшего соперника усилить игру. И у нас такие моменты будут. Александр Михайлович, сегодня, как говорится, было довольно хорошо видно, что доставляем мяч вверх, как чужой штрафной, вы, как говорится, получили козырь, в отличие от прошлого сезона, когда там вопросом было, от одного игрока зависело, а сейчас, в общем-то, от нескольких. Удалось это вообще в полной мере уже, как говорится. У нас нет, вы не доставлять мяч вверх, работать в подборах. Просто возникают здесь такие ситуации, когда, допустим, игроки «Спартака» достаточно грамотные. Вообще это грамотное. Я, честно говоря, до игры был немножко удивлен, мнением многих болельщиков. Михайлович, давай 3-0. То есть посчитали, что «Спартак 2» – это, ну, как бы, пацаны, молодежь, дубль. Посмотрите на этих пацанов 92-го, 91-го, 93-го года. Это прекрасный футбольный возраст. Собраны одни из лучших молодых своего поколения со всех регионов. Играем 3 года вместе. Поэтому мы опасались этой игры. Ну, как опасались, в смысле, уважали соперника. И «Газовика» мы просто так обыграли. Поверьте, Валерий Кузьмич не поможет, и после первого тура сказал, что они будут в пятерке. Я думаю, что в десятки эта команда точно. Поэтому это непростой соперник. Учитывая скоростные возможности группы «Спартака» про дольную передачу, передачи за спину, сегодня были крайне опасны. Вот оцените игру Яшина на выходах, как он исполнял роль последнего защитника и умелостей Павла Критнева. Андрей, разница. Я понимаю, я и на скамеечке должен провести экспресс-анализ игры. Вы все время задаете такие вопросы, которые требуют тщательного изучения. Сейчас легче всего сказать про игрока «Так, так, так». Будет у нас анализ, будет просмотр, будет разбор игры, я смогу ответить на ваш вопрос. Но в целом мне запомнилось, что Яшин убедительно играл на выходе. По горячим следам готовы ответить на вопрос? Сыграли ли замены? Учитывая глубину? Вы-то сидите. Я сидю на сковородке. Разница, понимаете? Вы у тебя вверху, причем в теплом кресле. Андрей. Учитывая вариативность скамейки и ее глубину, сыграли ли замены сегодня? И показалось, что поздновато заменили Султонову сегодня. Наверное, да. Можно было чуть пораньше тут. Наверное, да. А замены сыграли? Ну, нет, в общем-то и Павленко удачно вышел, и Маляров подустал платье. Он сегодня сыграл 70, сколько? 80-75 минут. Это с учетом его подготовки, в каком состоянии он приехал, уже все-таки немного. Но я убежден, мы приобрели, пригласили, слово приобрели, неправильно у нас понимается, пригласили качественного игрока для нашей команды опорника, который в разных вариантах может играть. И когда рядом с ним будет диспетчер, гирижер, как вы говорите, игрок более склонный к атакующим действиям, может играть и с ромкой двух опорников. Поэтому замены, не скажу, что усилили игру, но поддержали ее хороший темп и агрессивность. Еще вопросы есть, коллеги? Открываем? Наигрывали еще за два дня до игры на правом плане обороны. Андрей, Сонюр, Славлячин, получил условие трокировки. Что значит наигрывали? Есть разные подходы к подготовке в неделю. Все, накидками тренер обозначил. Состав, одни знают, что они в составе, вроде бы через накидки, через наигрышки, как вы говорите. А есть другой подход. Уважая всех ребят, всех держать в тонусе. И периодически, скажем, накидки и определение вот того состава в моделирующих тренировках. Держать в тонусе всех ребят. Самое главное, и те, кто в данный момент находится в условном накидке стартового состава, и те, кто видит эти упражнения, они понимают, что мы хотим требовать. И сегодня он обороняется против этого модельного упражнения. А завтра он в нем снова будет участвовать. Если бы мы видели все тренировки, мы постоянно это применяем. Но есть маленькая тонкость. Определенные связки, не меняемые в ходе ключей. Ключевые позиции, где нужно очень тонкое взаимопонимание. Скажем, пара центральных защитных. Она еще у нас не идеальная взаимопонимация. Как бы мы не искали подходить, у нас сейчас будут недовольные ребята, те, которые не попадают в заявку. Мы стараемся таким образом разговаривать с ребятами и объяснять, чтобы недовольных не было. Это вечная футбольная проблема. Путь только здесь один. Всем вместе работать, ждать свой шанс, работать на этот шанс и его использовать. Ну давай я так последний вопрос. Войда удивили и порадовались, как можно сказать. Ну мы посмирялись, Ронго. Не тех людей писали на планшетах, на стандартных положениях. С такой позиции, да, с такой позиции глупо писать, кто исполняет. Ну, кстати, неплохо получалось, но как-то получалось, что он в силу скромности до этого не подходил к мячу. И толкались локтями более наркомно, по-хорошему. Если вы помните, Володя, скажите, вывод никого не пропускал. А если резюмировать, можно ли сказать, что команда сегодня не наиграла? Надо воспринимать результат такой, какой он есть. Вот эти все штампы, мы наиграли, мы не наиграли. Вот так получилось, что мы допустили ляпу, проиграли. Значит, мы не наиграли на победу. Другое дело, если бы количество, говорю, моментов соотношения условно было 8-2. Вот после этого можно говорить, что в принципе, гравючих моментов у обеих ворот было достаточно. Чем, наверное, и хорош, чтобы был, когда не только односторонние движения, но и спорта, я еще раз говорю, так, внимательно посмотрите по мере молодых футболистов. Половина из них уже все время работали, во-первых, с основным составом, а некоторые уже провели достаточное количество матчей. Висяков, Брызгалов, Яковлев, Кутин, Давыдов, Кротов, Малов. А это все-таки клуб, который претендует все время на чемпионство. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.